Попросила Рушана повесить тюль. Повесил. Главное, висит. Да, Куки? И мышаня твоя здесь, да, лежит? Куки, ты куда-то спрятаешь? Это что случилось? Она заснула, получается, ошейник свой в рот, и теперь не может его вытащить. Сейчас буду что-то с тобой делать. Как-то его снимать с тебя, что ли. Всё, живы мы, здоровы. Всё нормально. Я вот до сих пор в полотенце выскочила, как говорится, из ванны, слышу. А она у меня орёт. Вот это х-х-х-х, вот такие звуки издаёт. Прям не могу. Чё такое с кошкой, не могу понять. Подхожу, а она у неё, вот этот ошейник, прям во рту. С ума я, короче, не сошла. А я пытаюсь с неё снять его, убрать, а она не даётся. Начинает убегать, а я дома одна. Думаю, что делать с ней, прям не могу справиться, и всё. И это пошла к соседям, к бабушке, к одной. И вот, и бабушка пришла, и давай мы с ней по всей квартире её ловили. Диван отодвигали. Поймали её. Вот, снимали этот ошейник. Конечно, тяжело он снимался. Вот он он. Сняли. Думали сперва разрезать его, а потом сняли. Вот здесь вот такая вот клёпочка, оказывается. И вот мы его отодвинули. Да, нехороший, да, этот ошейник. Да, фунь, нехороший. Не будем мы его, да, больше одевать. Нехороший. Выбросим, выбросим, да. Вот, посоветовала она просто чесать её. Говорит, в ванну садите и чешите её. Расчёска вот эти вот, которую блошек убирает. И они, говорит, будут уходить. Ничего страшного. Ну, прям до такой степени мы не чешемся. Надо будет теперь расчёсочку купить, и будем мы чесаться лучше. Не будем мы эти всякие гадости цеплять. Бедный ребёнок. Чуть ребёнка не погубили, да. Чуть ребёнка. У меня сердце колотилось, и это вообще... Я думала, всё, я с четвёртого этажа, я даже не поняла, как до первого этажа добежала. И вообще, наделали я штаны, я только на первом этаже обсмотрела себя вообще. Одета я, нет. Потому что я очень до такой степени испугалась, что мне было уже не до этого. Когда увидел, что ребёнок задыхается, да. Бедный ребёнок. Прям вот эта вот какая-то одышка началась у неё. Прям так хрипела вся. Очень испугались, очень, да. Очень. Папка наш на работе ещё даже и не звонит. Уже 4 часа нам не звонит. Не спрашивает, как у нас дела. А мы тут чуть не померли, да, с этим ошейником. Нацепил на нас ошейник и ушёл на работу, да. А мы здесь, мучайся с этим ошейником. Вот такие вот у нас происшествия, друзья, произошли. Так что больше мы ошейник одевать не будем. Всё. Либо какие-то капли закапывают сюда, вот на холку закапывают. Либо мы будем чесаться. Вот. Ну, ничего больше, никаких ошейников не будем одевать, да. Испугал нас ошейник. Испугал нашу кисёлочку. А меня-то как испугал. Нет, всё, всё, всё. Живы мы, здоровы, всё у нас хорошо. Спасибо этой бабушке, которая прибежала на 4 этаж. Сперва внучка пришла помогать мне, в помощь. Вот. А потом уже и бабушка, и потом ещё и парень какой-то прибежал. Все соседи здесь собрались. Панику. Я, короче, панику навела. Так, нас не видно. Но мы с киской здесь. Там хозяин пришёл. Мы с ней прячемся. Включила я повсюю громкость телевизор. Вот. Он там орёт. Думаю, что пойдёт вдруг будет мяукать. Пока будем здесь сидеть. Не знаю, сколько времени он там пробудет. Так что я здесь сижу. Вот так вот у нас там всё. О, как это неприятно. Такие ситуации, как с детства. Ты там всё когти на мятотишь, что ли? Рошан, что смешного? Вышёл? Нет, нет. Хотя он так быстро. Киса. Выскочила. Я здесь сижу. Сделай там потише. Сдуху бери, пожалуйста. Хочешь прикол скажу? Включи свет. Меня аж трясёт. Я, короче, знаешь, что сделала? Как с детства. Ты мне же позвонил, сказал, он здесь стоит уже на подъезде. Я уже всё, вроде бы её поймал. А она, прикинь, как назло, убегает. И всё, вот убегает за диван. Я её не могу схватить. Она прям улизывает с моих рук. А я же сперва здесь поставила переноску. Вот прямо вот сюда посередине. Пыталась переноску её заманить, закрыть. И думала, с переноской с ней убегу хотя бы на пятый этаж. И это... А она туда не залазит. И всё, убегает. Не могу я её поймать. И ты мне говоришь, всё, я уже подхожу к подъезду. Хозяин стоит. Меня как заколотило. Я уже не знаю, как её... Уже видела, да, твои ключи от машины? Я её кидаю. Она бегает. Я уже сила её. Хватаю, подхватываю. И быстро на балкон. На балкон прибежала. Уселась, всё. И смотрю через окно, да, вот здесь стоит переноска. Я быстрее выбегать. Я думаю, ну всё, мне хана, что я сейчас выскочу из двери, да. И кошка у меня выскочит. И всё, короче. И нас выселят из дома. Я её вот сюда, да, вот кинула. Я думала, и всё, и нас выгонят, короче, из дома. Я вот так вот, короче, выбегая отсюда. Я, видишь, у меня даже как дверь получилась. Я её сидела, там сила. Сколько времени здесь с ним был. Я всё это время вот так вот держала на себя эту дверь. Я пыталась её там вот этой игрулькой... Кисюля, сейчас я тебя там закрыла. Я пыталась этой игрулькой там её как-то отвлечь, да. А по темноте она там лазит сама. Я не вижу её. Я её отвлекаю, это игрулька с ней играет. Думаю, только, пожалуйста, не мяукай. Только, пожалуйста, не мяукай. А я ещё... А ты зашёл, что ты говоришь? Звук что-то был, что-то я слышала. А я такой, что-то говорю, шумно. Наверное, в магазин ушла. Я думаю, но ты сейчас, если выключишь звук, и она там мякнет, я думала, всё будет хана нам. И я так сидела, переживала, у меня школа села. Чтобы этого не было, в следующий месяц надо будет говорить. До свидания. Ну да. Ну да, так жить, конечно, это неприятно. И кошку прятать каждый месяц. Он же может всё любое время пить. А зимой-то на балконе холодно. Я вообще планировала, что я её посажу в переноску, и мы на пятый этаж. Но страх не смогла перебороть. Да, и на пятый этаж мы с ней рванём. Плохо бы трусишки, да? Ну вот за мной всё детство гонялись. Коровы, козы, петух меня топтал. Ничего подобного. Давай вот это вот слово ты вырвешь, ладно? Как бы почему? Ну потому что. Не, ну он на меня прыгнул и топтался по мне. Тебе охота... Он думал, что я курочка. Хочу быть курочкой. Нет, негатива хочешь в комментариях. А что я такого сказала? Ну если меня топтал, мама выходит, а он по мне топчется. Мне это было всего 5 лет. Ты что там, Кисюка? Ты где там? Давай вылази. Майдём мусор вытянем. Да, кстати, я там мусор выставила, ты видел, да? Да. Вчера просто... Вчера курицу, да, моя? Что мы вчера готовили? Что-то с курицей готовили? Ну я вчера курицу в холодильнике делал. Смотри, что я нашёл. На полу лежала. На каком полу? Вот здесь лежала. А это я. Это я носилась, а тут у меня всё летело. А куда ты засунула? Это мне. Зачем это тебе? В магазин сейчас сходим? А я же сходила, тебе подарочек купила. Да ты что? Сходи на балкон. Ой, ой, ой. Ой, спасибо, ой, спасибо. Да я тебе поцелую. Я тебе 100 рублей, я дам, отдам, на. Вообще-то они 107 стоят. Ну да, я тебе поцелую. 7 рублей. 7 рублей должен. Всё, давай, кушать будешь? Конечно, буду. Киса! Киса! У меня сегодня два инфаркта чуть не случилось из-за тебя. Ты знаешь об этом? Со своим мошенником и с хозяином. Вытащи, пожалуйста, всё. Что ты зачем сломала? Я не пчана, кстати, там я полы мыла, там в воде остались все запчасти, надо всё повытаскивать. Это что-то хотелось рассказать, Рюшан. А ты зашил запаха не было от кошки? А? Запаха картошки не было. Ну не картошки, а от кошки. А, от кошки не было. Вытаскивай наш дом. Только не тряси, надо потом его выхлопать. Ой, Кисюка, Кисюка, ты наша. Чё смешного? А? Просто это, я не списал, если мы сейчас здесь останемся, Кристинка приезжает, пожарим прием на Кристинку. Все будем дать. В шкафу и разнодушку в шкаф. Так что мы скоро будем сидеть там. Как же тебя там забыла, я забыла. Святая Троица. Три девицы под окном. Да, мы будем сидеть, а я сижу как идиотка, выглядываю вот здесь. Все так неловко чувствую. Три девицы под окном, боялись поздно вечерком. Щемились от хозяина поздно вечерком. Смешно, да? В следующий раз я деньги отдаю, а ты щемишься. Кошка, а ты куда собралась? А ты куда нам идут? Рушан, там аккуратно ловушка на столе. Не поймай всё. Слышишь, заяц? Слышишь? Ну не трогай, не трогай, не трогай. Ну вот, вот что ты сделал? Взял и испортил, Рушан. Да, видишь, я ловушку сделала для кошки. Но она ещё не поймалась, потому что у меня здесь машинка работает. Ночью сделать это ещё раз. Ну а давай, давай обратно. А мы кушать сейчас как будем? Среди ловушек? Я вот здесь краешку кушал. Я кушать не буду, ты покушай. Ну ладно, сейчас мы просто наночь просто поставим ещё раз.